Подписывается соглашение между правительством Владимирской области и публичным акционерным обществом Т-Плюс. Петербургский международный экономический форум проходит уже 27-й раз. Это одно из самых масштабных и значимых деловых событий в мире. Сегодня на площадке форума губернатор Владимирской области Александр Авдеев подписал соглашение с компанией Т-Плюс. Главная задача ускорения модернизации системы теплоснабжения через привлечение средств из фонда развития территорий. Раньше Т-Плюс модернизировал коммунальную инфраструктуру только при поддержке областного бюджета. С федеральной поддержкой, по словам губернатора, масштаб проектов увеличится, а сроки их реализации сократятся. Модернизации коммунальной инфраструктуры, в том числе тепловому и сетевому хозяйству, выделяется большое внимание на уровне правительства. И наша задача не ждать, когда подойдет время аварийных ситуаций, а планово рассматривать вопрос по модернизации того хозяйства, которое есть в управлении и в конце СОТ-Плюс, и у нас. Владимирская область расширяет поле взаимодействия с топливной компанией Росатома ТВЭЛ. В регионе будут созданы новые высокотехнологичные производства, а значит появятся новые рабочие места. Также ТВЭЛ заключили соглашение с областным центром машиностроения Муром Машзаводом. Росатом ТВЭЛ активно инвестирует в экономику Владимирской области, но и плюс у нас есть огромные заделы по разным направлениям на ближайшие несколько лет. Мы понимаем, что те инвестиционные проекты и те договоренности, которые сложились между губернатором Александровичем Арктиевым и руководством Москомпании, они приведут к их большому объему инвестиций, к их значительному налоговому поступлению в ближайшие годы. Соглашение с Росагролизингом позволит фермерам региона обновлять парк техники на льготных условиях. Для 51 сельхозпроизводителя предварительно выделили почти 4 миллиарда рублей. Соглашение – это просто подтверждение наших намерений о том, что мы будем продолжать все наши программы, активно предлагать аграриям региона. Мы на сегодняшний момент являемся самым доступным инструментом технической, технологической модернизации в сельском хозяйстве, поэтому мы будем работать плотно с регионом. Предприятия Владимирской области войдут в межрегиональный кластер «Композиты без границ». Сотрудничество с Росатомом – это новые заказы, партнеры и проекты для наших компаний. Соглашение с госкорпорацией позволит привлечь меры господдержки для развития производства и создаст дополнительные возможности для реализации кадрового и научного потенциалов. Сформировать план системный и стратегический, распределить его по игрокам отрасли и помочь, с одной стороны, производителям и бизнесменам войти с инвестициями в понятные рынки, с другой стороны, обеспечить задачи потребителей стратегических отраслей авиации, ракетостроения, судостроения необходимыми материалами на долгие годы. На форуме Александр Авдеев встретился с послом Казахстана. Вместе они обсудили планы экономического сотрудничества. Сейчас Дружественная Республика занимает первое место среди стран СНГ по объёму внешней торговли. Главы 33-го региона и Санкт-Петербурга обговорили вопросы про движение владимирских товаров в городе-на-Неве. В том числе правительство Северной столицы поддержит участие Владимирской области на международном форуме пассажирского транспорта «Смарт-транспорт». Оксана Любимова, Дмитрий Базаров и Дмитрий Монапов.